4 тысячи жителей, 23 многоквартирных дома, школа и 3 детских сада Новой Майной теперь будут получать тепло от новой котельной. До этого все здания отапливались в старой котельной, износ которой дошел до максимальной отметки. Новый блок-модульный теплоисточник мощностью 10 мегаватт будет введен в строй уже в этом отопительном сезоне. Эту котельную мы постараемся запустить уже в этом отопительном сезоне. Сейчас само сооружение возведено, все инженерные сети внутри котельной выполнены, котлы установлены, остается подвести газ и врезаться в существующую теплотрансу, которую мы сделаем, как только температура на улице будет позволять. Все работы проведены по программе модернизации теплоисточников. Помимо Новой Майны, котельные будут построены в поселке Муловка и рабочем поселке Новоселки. Другой, не менее важный вопрос новомайнцев – повышение качества воды. Водой поселок снабжают две независимых системы водоснабжения. Одна на многоквартирные дома, вторая на частный сектор. Сразу несколько скважин водозаборов вышли из строя, из-за чего система внутриплановой очистки воды остановилась. Новые фильтры, очистные станции не привели к хорошим результатам. Мы протянем специальный водовод с новой малыгой, с чистой артезианской водой. Значит, сегодня вам, я надеюсь, здесь нам доножат, да, и мы окончательно тоже согласуем по срокам. Проект не дешевый. Одно только, если мне память не изменяет, проектно-сметная документация будет стоить там пару десятков миллионов рублей. До конца этого года будут проведены все экспертизы и отработана проектно-сметная документация. Из областного бюджета по государственной программе «Чистая вода» на начало выполнения работ планируется направить 2 миллиона рублей. Анна Тищенко, Новости Ульянской правды. Новости Ульянской правды.